30 августа юбилей отметит Нарьинмарское автотранспортное предприятие. Одному из старейших, динамично развивающихся и социально значимых предприятий Ненецкого округа исполнится 65 лет. Подробности в материале Александры Литковой. Первая смена кондуктора и водителя начинается в 6 утра и заканчивается в 3 часа дня. Соответственно, вторая длится с 3 до 11 вечера. Кондуктор Татьяна Барунова к такому графику за 13 лет работы привыкла. Проходим медисмот, потом диспетчер отмечаем, отмечаемся. Все дают нам эти валидаторы, камеры сейчас еще есть. А потом выходим на линию, ждем автобус. Любая техника в ходе эксплуатации может выйти из строя. Поэтому без автослесаря на предприятии никуда. Олег Шкира трудится в АТП 18 лет. Ремонтируем автобусы, чтобы они выходили на линию, пассажира возили. Не будет мастерских, автобусы станут ремонтировать. База изменилась в лучшую сторону, конечно. Везде ремонты делаются, техника новая покупается временами. Так вот, лучше стало работать. История Наринмарского АТП начинается 30 августа 1955 года. Сейчас это динамично развивающееся и социально значимое для города предприятие. Ежемесячно АТП перевозит до 200 тысяч пассажиров. Выполняется 4,5 тысячи рейсов. На днях на месте аварийного пункта отдыха для водителей и кондукторов было оборудовано нестационарное здание. Здесь есть всё для полноценного отдыха во время смены. Будет возможность у них здесь отдохнуть, попить чай. Будут бытовые условия минимальные. Санузел. Два санузла даже мы здесь предусмотрели. Значит, будет там микроволновка, чайник, само собой, места для отдыха. Все работы выполнены за счёт собственных средств предприятия. Порядка одного миллиона рублей. Обновление автопарка также производится регулярно. В 2018 году нами было приобретено два автомобиля КАМАЗ. Оссенизаторные автомобили. В 2019 году было переоборудовано два автобуса. Значит, и запущены на городские маршруты. Они выполняют рейсы у нас сейчас по городу. И было приобретено два больших автобуса большого класса, два ЛИАЗа. Кроме того, сотрудников автотранспортного предприятия переодели форму. Кондукторам автобусов закупили зимние костюмы, а водителям – рубашки и свитера с логотипом и символом предприятия. Всего 80 комплектов. Новая форма пришлась по вкусу и самим работникам. С юбилеем коллектив поздравили представители городских и окружных властей, а также глава региона Юрий Бездудный. Все пассажирские перевозки держатся на ваших плечах. И на тех плечах, которые сейчас на рейсах. Ведь многие сейчас из предприятия находятся на рейсах, работают. Дорогие друзья, спасибо вам большое за работу, за вашу качественную работу, профессиональную работу. Поздравляю вас с этим замечательным юбилеем. Уверен, что по мере того, как цифры будут челкать и прибавляться возраст, предприятие не будет становиться пенсионером. Оно будет молодо, как никогда, будет развиваться, будет внедрять новые технологии. На торжественном мероприятии, посвященном юбилею, сотрудникам предприятия были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал Север.